В морозный февральский день отправляемся в экспедицию в далекую таежную деревню Юго-Тыдр. Мало кто знает о ее существовании даже в республике Коми, еще меньше таких, кому довелось своими глазами увидеть эти глухие, но поразительно красивые места, и поражающую своей самобытностью деревню на живописном возвышенном месте при реке Воль, притока Вычигды. Наш маршрут проложен от села Усть-Кулом до села Помоздина, далее до поселка Диосерия, эта часть пути преодолевается по отлично расчищенной зимней дороге менее, чем за два часа. За поселком Диосерия начинается зимник, и последние 50 километров пути мы едем по красивейшему зимнему лесу, по дороге, больше похожей на тропинку, и выглядит это примерно так. Субтитры создавал DimaTorzok И наконец, через полтора часа езды по извилистой, с крутыми подъемами и спусками дороги, наши ожидания вознаграждены и взору открывается сказочная таема. Южная деревня. Субтитры создавал DimaTorzok Деревня была основана двумя братьями, Трифоном и Осипом, в 50-х годах. В последствии люди, наслышанные о местах, где леса изобилуют дичью, а реки рыбы, переселялись в эти места из деревень Бадьёльск и Вольдина, а также из села Помоздина. В 1892 году в Починке Юго-Тыдорске было уже 49 жителей. 24 мужчины и 25 женщин. А в 1926 году здесь было 23 двора со 145 жителями. Благодаря любительским видеосъемкам Евгения Цивунина, мы можем увидеть редкие кадры о жизни в деревне в 80-х годах 20 века. Как и в 19 веке жители деревни занимались скотоводством, а также охотой и рыбоводством. Были очень работящие и заготавливали много сена для скота, чтобы пережить суровые и долгие зимние месяцы. До 1980-х годов в деревне был аэропорт, и сюда прилетал кукурузник Ан-2. И снабжение всем необходимым осуществлялось по воздуху. Часто жители всей деревни встречали и провожали его. На самолете в те времена за символическую плату 2 рубля. Можно было долететь в районный центр села Усть-Кулом. А за 6 рублей добраться до столицы Коми СССР города Сыктывкара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А этот, даже по нынешним меркам, огромный дом не всегда был окружен снежной целиной. Здесь проживала большая семья Камбаловых, возглавляемая Павлом Николаевичем и Верой Петровной. На старых видеокадрах вы видите их детей и внуков. В те счастливые времена далеко разносился звонкий смех ребятишек. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня в деревне нет электроснабжения. Провизия доставляется частными предпринимателями зимой при наличии дороги. Почта, в лучшем случае, доставляется один раз в месяц. Летом можно добраться только на моторные лодки по небольшой речке Вольф, проплыв более 100 километров против течения через заторы и перекаты. А зимой по зимнику, в промежутке, когда не метут метели, и трактор пробивает дорогу в сугробах длиной 60 километров от ближайшего, наиболее цивилизованного населенного пункта поселка Диосерия. Понятно, что в таких условиях не каждый сможет здесь жить. На сегодняшний день в деревне проживает 13 постоянных жителей. Возможно, уже лет через 10 июгы тыдр пополнят бесконечный список заброшенных и забытых российских деревень. Но пока многие из тех, кого разбросала судьба по городам и весям, нет-нет, да возвращаются на свидание со своей малой родиной, чтобы впитать в себя живительную силу родных мест. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выражаю сердечную благодарность авторам ролика Горси Серпас за возможность показа сюжетов из него в своем виде. Желающие, могут посмотреть этот ролик по ссылке, указанной в описании к видео. Те, кто заинтересовался аэросъемками, историей и судьбой деревень и сел Республики Коми, могут посмотреть на данном канале в YouTube, а также на канале Воздушный Репортер на платформе Яндекс.Дзен, около 200 видеороликов. Съемки производились в Усть-Куломском, Карткиросском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Койгородском, Усинском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. Буду очень рад новым подписчикам на моих каналах. Смотрите и пишите свои комментарии, делитесь своими знаниями и историями, связанными с сюжетами в видеороликах. Субтитры создавал DimaTorzok